У нас есть бойц, он лидер митянской общины в Ялте. То есть, пожалуйста, Руслан, Тихалек Итану Двархан Спасибо большое за такую честь И быть в доме Божьем И в арест израиле Любимым арест израиле Так сложилась моя судьба Которая тесно меня связала с Израилем Первый раз в своей жизни Я обратился к Богу именно в Иерусалиме После жизни, которая была наполнена Различными беззакониями Где пришлось понести весь этот Полноту наказания Как от Сивуишнева Так и от органов Которые смотрят Законом И с соблюдением законов И с соблюдением законов Как я поднялся Что я попал на колени Что я попал на колени Сказал, Бог, есть, помоги мне Я умираю И сказал, Бог, если ты есть Если ты есть Если ты есть Если ты у тебя То ты мне Я обратился домой В Иерусалим И познакомился в своей жизни И я познакомился В своей жизни С верующими И они еще оказались Евреями И это недельная глава Ваикра Которая фактически является Торой Каганим Служение веры И это служение Которое перевернуло По отношению ко мне Мою жизнь Через это служение Мое сердце растаяло И я пошел этим путем Я понимаю Как непросто вам здесь Во всех этих Перипетиях Политики Различных Трудностях Суеты Заботы Забота о детях Мужья Жены Совершает служение ему Но тем не менее Это возможно И это недельная глава Она открывает Этот путь Служение в жертвоприношении Где Господь фактически говорит Я так сильно тебя люблю Я так сильно люблю Чистоту и святость Я хочу чтобы ты был рядом со мною Был близко ко мне И все эти жертвоприношения Слами мирные Загрех Хлебные Приношения Они все были направлены На то чтобы приблизить Человеческое сердце Которые 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 Всевышнего Где сердцем И когда в жизни случаются те иные ошибки Каждый имел возможность прийти к жертвеннику и совершить эти жертвоприношения, чтобы приблизиться, и чтобы сердце было свободное, наполненное миром, радостью, будущностью. И все писание пропитано тем, что Бог любит чистосердечно. И в парке 4 мы говорим, что даже если Кухен был совершен, то он мог бы гешать к жертвоприношению и закрепить корбану. Возможности, что вы, и любовь к чистосердечности, то есть к честности, к рисковности. Она очень ценится в глазах Всевышнего. И так как мы с вами люди, которые могут совершать ошибки, мы имеем возможность заглядывать в эту книгу, в эти жертвы, которые были предназначены в Севышном. Увидеть совершенную жертву Ишуа, Мессия Израиля. В котором совершили все эти жертвы. И имеем возможность совершать шоу. Для того, чтобы быть чистыми и святыми перед его глазами. Потому что больше есть проблемы, с которыми мы столкаемся, или последствиям греха. Это тогда, когда мы не способны признаться самому себе, что я имею те или иные ошибки в жизни, или изъяны характера, или какие-то оплосности, или совершение тех или иных поступков по нивидению, которые противоречят Торе. И мы порой потом сидим у разбитого крыта и не знаем, что нам делать. Но мы поднимаем свои глаза к небесу. И в реале этого книга, Голливит, которая на самом деле есть печать Божья любви и милости. Это настолько любит нас. Настолько хочет быть поисками к нашим обстоятельствам. Шоу хочет любовь от нас, и להיות кроме к нашим обстоятельствам. Дает нам возможность примирения и прощения. Он дает нам возможность примирения и прощения. Это вроде бы простые вещи, но не всегда это просто поплатить жизнь. И когда Иешуа говорит, я есть путь, истинная жизнь, то эта книга Голливит, она показывает, что это за путь. Возможность освящения. Если бы мне в начале пути сказали, что как будут складываться обстоятельства в этом служении. И если бы в начале пути сказали, что я не смогу согласиться. Но его любовь она обликла. И так получилось, что в Евпатуре родила Северийская опшима. Это произошло в 2000-х годов. Этот путь был достаточно непростым в восстановлении того, о чем здесь говорилось на прошлой суббатии. Об идентичности мессианского еврея. О праздниках. Кашути. Обрезание. Воспитание детей. Любви. К тому наследию и якобы. Которые, как ничто другой, дают здравомысля и здравость, и понимание, что такое чистота и что такое святность. Которые дают нам правильно понимать те обстоятельства, с которыми мы столкнуемся. И несколько таких случаев в своей жизни, скажу, с чем пришлось столкнуться. И мне лично. То, что они собрали кресты, свастику, там где мы собираемся, в Ялте. Искорбляли. Угрожали. Целавь керес, где мы. Итесфну. И имму. Пытались грабить, думали, что у тебя много денег. Ниссо. Ливзоз אותно, ки хашву, шишешно, урбэ кесэф. Был случай, когда один человек выстрелил в упор меня в висок, передела в пистолет. А я мекрэ, шебен адам, пшот, яра, яра, барака. Забрал у меня все вещи, документы. Яра бибарака, влеках ли от кола, от кола, от кола, месмахи. Я в себя пришел, спуле, которая торчала у меня виске. И когда я думал, что все мое жизни конец. Одна лишь мысль пранзила мое сердце. Как я могу идти на небо, не совершив божьи волю здесь на земле. Это трагизм, который я не знаю, как передать чувства словами. Как я могу идти на небо, не совершив божьи волю здесь на земле. Как я могу идти на небо, не совершив божьи волю здесь на земле. И все самое страшное человеческое началось с этого момента. Потому что подумали, что ты какой-то наркоман, у тебя ни денег, ни документов, ни шьего. И я не смогу идти на небо, ни ше, ни денег. И я не смогу позвонить друзьям, которые приехали, мне забрать. и эта книга левит она лично меня очень сильно вдохновляет потому что это путь жертвенного служения к которому мы все призваны здесь в драгоценном любимом ночь израиле я думаю иване чтобы совершить невероятный подвиг любви и жертвенности и для того, что он показал что такое настоящая жертвенность что такое служение жертвоприношения раскрыв свою волю и свое сердце для каждого из нас и какие бы ни были трудные обстоятельства в жизни как бы порой мы не ошиблись не ослабили или не опустили руки Бог хочет чтобы мы были искренними и честными с самими собой друг с другом и с ним если чувствуем что Бог обличает чтобы быть близким с ним чтобы мы находимся в событиях реального Божьего чудо а мы сегодня сейчас здесь на этом месте мы находимся в реальном чуде Божьей любви его милости любви и каждый из вас здесь сидящий это есть живой пример чудо Божьей жертвы которая восстановила нас и вернула к его сердцу к живой Торе к сладкому наследию Яков и даже если что-то мы недопонимаем из этих моментов которые Господь определил своему народу и даже если мы не понимаем что-то мы не понимаем что-то как Господь он раскрывает это все для нас для того чтобы мы могли пойти там путем веры путем жертвенности поэтому мы хотим нам пожелать этой искренности и любви к святности к чистоте определенной границами Торы и в истории Израиля мы знаем с вами были ошибки и книга Даниила нам говорит об этих ошибках когда он молится призывает к свящему в 9 главе здесь написаны такие строки в 9 стихе а у Господа Бога нашего милосердие и прощение Даниил 9-9 ибо мы возмутились против него и не слушали и не слушали глас Господа нашего чтобы поступать по законам Его который он дал нам через рабов своих пророка и когда в жизни случаются эти или иные моменты простите за повторение когда мы приступаем эти рамки Божьего учения божьей тона заповеди Слово, чтобы мы имели смелость. Признаваться в этом. Исповедоваться друг к другу. Расчет помощь друг к другу. Ободрять друг к другу. К чистоте. К святости. Потому что он любит. Каждого из вас здесь сидящий. Пусть Бог благословит всех вас. Укрепит всех вас. Знаете, что у вас есть братья и сестры на юбака. В Йалте. Где мы от всех сил. Где мы от всех сил стараемся. Точно так восстанавливать это еврейское наследие. Которая на самом деле такая сладкая. И драгоценная. Пусть Бог благословит всех вас. И спасибо вам, что вы есть. И что можно находясь в этом Созраиле, быть в доме Божьем, где ты чувствуешь себя не в гостях. И когда мы в Исраиле, мы чувствуем себя в доме и не... Спасибо большое. Извините, может, за самобулность немножечко переживал, нервничал. Давайте помолимся за нашего брата. Небесный Отец, мы благословляем нашего брата Руслана. Мы просим за него, за его дом, за его семью, за общину в Ялсе. Мы просим Господь, чтобы хранил на всех путях его. И просим, чтобы Руаха Кодыш хорошо, мощно действовал в нем, наполнял его на всех путях его. Мы просим Господь, чтобы то, о чем он сегодня говорил, о твоем хеседе, о твоей милости, о твоей благодати, всегда наполняло его сердце. Позволяя ему действовать, как написано в Писании, тобой мы живем, движемся и существуем. Благословляем его Башем, Ешуа Амашир. Веймру. Амин. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.